Кадровая табу Сенату, хотя на каникулы запретил Дональду Трампу делать назначение. Это связывает президенту руки, поскольку у него все еще сотни незакрытых вакансий. Все подробности расскажет Дмитрий Анопченко. Он в Вашингтоне. В Белом доме уже потирали руки. Дескать, Сенат на каникулах до сентября. И за это время столько всего можно успеть. И Буш-младший, и Барак Обама как раз в период летних отпусков традиционно делали основные назначения, чтобы ни с кем не согласовывать. Но сейчас эта тактика не пройдет. Все до одного сенаторы проголосовали за запрет. Никаких кадровых решений, пока они не вернутся. При этом здесь еще и на хитрость пошли. В августе проведут 9 сессий всего лишь по несколько минут. По сути, открывая и сразу закрывая заседание. Но с точки зрения закона это выглядит так, что Сенат работает. А значит, нечего своевольничать. А с кадрами у новой администрации беда. Одобрение Конгресса Трампу требуется более чем по тысяче позиций. Большинство ключевых чиновников в стране до сих пор с приставкой ИО. Что в Госдепе, что в Пентагоне, что в других ключевых министерствах лишь исполняют обязанности. Ведь их назначение должен согласовать Сенат, а там подчеркнуто не спешат. Ну а другую кадровую вакансию здесь заполнили моментально один из самых обсуждаемых людей сейчас в Америке. Роберт Мюллер. Спецпрокурор по так называемому делу о российском вмешательстве. Чиновник настолько рьяно взялся за работу, что конгрессмены даже закон готовят, запрещающий Дональду Трампу его увольнять. Мюллер сейчас и так называемое «большое жюри» созывает, позволяющее требовать документы и вызывать свидетелей. И действовать стал решительнее и активнее. Но в Белом доме заявили об увольнении спецпрокурора и не думают, дескать, сами заинтересованы, чтобы он побыстрее закончил работу. Опасаться им нечего. Так ли это? Станет известно уже в течение нескольких ближайших месяцев. В этот срок от Мюллера ожидают первых выводов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.